спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от место вашей работы огромная проблема петербургского парусного спорта состоит в том что тысячи жителей мегаполиса просто не знают о его существовании не мегаполиса парусного спорта и вообще не задумываются о том что живут на море между тем в течение года один только яхт клуб санкт-петербурга организует множество ярких общедоступных мероприятий где каждый может увлечься морской романтикой например минувшим жарким летом в первой половине июня на набережной лейтенанта шмидта целую неделю проходил театрализованный фестиваль окно в европу посвященный дню рождения петра первого кстати у государя в этом году юбилей 350 лет он уже совсем взрослый их смены организовали большую историческую верфь на которой мастера корабелы строили постовы кораблей прямо на глазах публики естественно были реконструкторы и костюмные абордажные бои все это вокруг знаменитого линкора полтавого созданного по образцам петровской эпохи а еще множество активностей вплоть до игротеки где любителям настольных игр предлагались настолки той эпохи кстати сам петр первый обожал шахматы и обычно возил с собой походный набор чтобы не скучать на отдыхе так что наверняка с удовольствием сыграл бы с гостями фестиваля по случаю своего дня рождения такие фестивали самый простой способ привлечь внимание полностью стороннего зрителя ничего не знающего о яхтах многие побаиваются ходить на настоящую морскую прогулку дескать море мало ли плаваю плохо но мало кто откажется от возможности прокатиться на грибной шлюпке или настоящем корабле во время праздника в этом же году прошло десятилетие знаковой для петербурга регаты оптимисты северной столицы знаковая она потому что для сотен яхтсменов региона именно эта регата становится самой первой в жизни оптимист как вы наверное догадываетесь это класс яхт для детей начинающих такие трогательные чуть ли не квадратные мини кораблики они очень похожи на простейшие модельки которые многие из нас мастерили в детстве эта регата действительно массовая только финальном этапе в нынешнем году приняло участие 211 детей причем туда допускались гости из других регионов приехали из екатеринбурга крыма калининграда даже из липецкой самары можете себе представить как круто для юного яхтсмена одновременно побывать петербурге и пройти самую первую в жизни ребят во время подобных ребят жители города могут прийти посмотреть увлечься и узнать как отдать своего ребенка в поросный спорт это не художественная гимнастика и не бокс здесь нет ни смертельного риска здоровья на каждом старте не исключительных требований к весу а также прочим физическим кондициям парусный спорт открыт и для обоих полов и для всех возрастов капитаны яхт ходят под парусом всю жизнь и совершенно не теряют сноровки только на российских соревнованиях возраст участников может доходить до 89 лет а это далеко не предел а в августе состоялась санкт-петербургская парусная неделя одна из старейших регат россии в этом году достигла небывалого размаха более тысячи их сменов на 614 яхтах для нашей страны это невероятные числа в течение двух недель парусная жизнь петербургской акватории бурлила участников казалось намного больше чем ожидали организаторы и это доказывает что парусный спорт северной столицы энергично развивается отчеты о мероприятиях и вообще вся информация о парусном спорте выкладывается в соцсети как их клуба санкт-петербурга так и других парусных организаций северной столицы в сущности в наше время люди часто приходят в парусный спорт именно из соцсетей странный маршрут конечно но так устроена современная жизнь однако если нет мероприятий то и рассказывать так что событий должно быть как можно больше все эти события все эти мероприятия работают на массовость а только с ней приходит качественная инфраструктура их смены справедливо жалуются что на российской территории не хватает парусных стоянок станции и сопутствующих условий но все это приходит только с массовостью когда их сменов россии станет действительно много не смогут легко достать все что им нужно осталось добиться Субтитры сделал DimaTorzok